Вообще, я думаю, вот носки, блин, за 50 рублей, значок прицепили, и носки уже стоят косарь. Здесь всё кожаное, сами они кожаные, стельки кожаные. Смотрим, ух ты! Это серёжки! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свея, и сегодня у нас будут покупочки и подарочки, и то, что я из Германии привезла, и то, что мне подарили, и что-то там. Там, короче, куча всего интересненького. Но, кстати, вот футболочка на мне, это как раз-таки я в Германии взяла, мне она понравилась. Розовенькая, и на ней написано no chance. No chance, это значит нет шансов. И на самом деле, сначала я такая подумала, блин, футболка, как я уже где-то говорила, для меня очень важно, что написано на футболке. То есть, если на ней написано то, что вообще мне не подходит, не про меня, я такую футболку не возьму, какой бы красоты она ни была. И так я думаю, no chance, можно по-разному, да, понять. No chance, может, в жизни каких-то шансов нет, там, или ещё что-то. Но первое, о чём я подумала, когда увидела эту футболку, типа no chance, ну, типа, для парней нет шансов, потому что у меня есть любовь, которую я люблю всем своим сердцем, моего любимого. И нет шансов, нет шансов ни у кого. Поэтому я взяла футболку эту. В общем, это первое, что мне пришло на ум, когда я увидела эту надпись. Но начать я хочу с того, что я приобрела своему малышу, и как раз-таки перед отлётом мне пришла посылка, поэтому мы с неё и начнём. У деток ножки растут очень быстро, и поэтому обувь всегда кстати. Я заказала Денечке пару обуви, заказала сандалики, вот такие вот. Всё сделано из натуральной кожи, и как раз-таки погода уже такая, у нас очень быстро жара настала. У нас размер 25, я ему заказала сандалии 25-го размера. Это как раз-таки, чтобы ходить по улице. Они плотненькие, здесь у нас идёт прям, знаете, такая пяточка, чтобы как раз стояла пятка у ребёнка, да. Это хорошо, когда ребёнок только растёт, ножка только растёт, всегда все рекомендуют, педиатры и там вот кто этим занимается, чтобы пятка была жёсткая вот здесь вот. Это хорошо для ножек, пока ребёнок бегает и так далее. Здесь всё кожаное, сами они кожаные, стельки кожаные, всё сделано на высшем уровне реально, и это производство наше. Это питерское производство, в Питере делают, это молодая компания, в 2014 году только она запустилась, называется сайтик вот так вот, Тапибу, и они занимаются производством именно детской обуви. У них есть разное, зима, лето, весна, сандалии, ботиночки, всего-всего-всего. Также они вложили вот такую вот интересную вещь, где можно узнать, какой размер обуви. Тут разрезается такая линеечка, ножку прикладываете, и можно будет узнать, какой размер обуви. Также я заказала на осень уже, сейчас покажу вам, что размер чуть-чуть, размер чуть-чуть побольше взяла, вот такие ботиночки, кеды даже, кеды, кроссы, что-то такое, не ботиночки, да, это кеды, кроссы. Смотрите, какие красивые цвета, я вообще люблю пацана своего одевать в что-то такое стильное, какой-то минимализм, однотонное, я не очень люблю, для него что-то такое яркое, вычурное, вот смотрите, какая красота, я бы сама такие носила. Тоже полностью кожаные, стелька кожаная, еще что удобно в таких сандаликах, это то, что они очень легко одеваются, и снимаются, и Денька сам их одевает, снимает, потому что здесь просто раз, два, и все, и снял, супер. ножка не потеет, ножка всегда пахнет, мне есть с чем сравнить, потому что до этого я ему взяла какую-то обувь, уже не помню даже что, и прямо вот в садике он ходил, ходил, я такая думаю, блин, что за запах, уже начинает появляться, из-за того, что обувь не кожаная, представляете, я с того момента те выкинула, и решила, что я ему только кожаную, буду покупать обувь, чтобы обязательно стелька была кожаная, чтобы все было на высшем уровне. Ну, в общем, вот такие вот еще кеды-кроссовки будут ему как раз на осень 26 размера взяла, мне кажется, очень стильненько. Кстати, Деньке очень обувь понравилась сразу, пока меня не было, мама уже одела ему эти сандалии, говорит, у нас такая жара, нужны сандалии, я говорю, так открывай коробку, доставай сандалии, она ему одела, и он прям даже дома походил, их немного, уже не хотел их снимать, ему очень понравилось, очень комфортно, но он не всю обувь одевает так сразу, бывает ему что-то одеваешь, а он прям не хочет, не хочет, эти одел, все хорошо, все замечательно, ходит, удобно, бегает, я довольна, ножки пахнут, пятка жесткая, удерживает пятку у ребенка, в общем, я довольна. 25-й вот, нам сейчас вообще идеально как раз, ну-ка повернись бочком, о, покажу сандалетки, классные сандалики, удобно застегиваются, и Деньке нравится, он сразу с первого раза в них залез, сейчас мы в садик в них идем. Почитала про этот сайт, действительно, они очень хорошо подходят к производству этой обуви, очень высокое внимание уделяют всем этим делам, поэтому обратите внимание на этот сайт, я ссылку на него оставлю под видео, посмотрите, действительно, очень классные модельки, очень стильные для деток, ну, а самое главное, что это качество, и здесь все на высшем уровне, то есть проверено. Давайте дальше пойдем, и теперь то, что я купила уже в Германии. На самом деле, в Германии мне не удалось попасть в те магазины, в которые я хотела попасть, потому что никто из моих друзей туда не хотел ехать, это далеко, 2 часа, там полтора часа езды, нужно было взять специально арендовать машину, и, в общем, никто особого желания не проявлял, а одной прям мне не хотелось, честно говоря, из условий, в которых я находилась, прекрасных, прям брать машину, ехать куда-то в аэропорт, потом ехать черт знает куда, специально за покупками, я подумала, да ничего страшного, я еще поеду в следующий раз, поэтому я погуляла просто по городу Именштад, там у них был небольшой аутлет спортивных товаров, были какие-то магазинчики в самом городе, и вот что мне понравилось, то я и взяла, вот, в городе я взяла, Деньги, вот такую кепочку, мне очень понравилось, там были разные расцветочки, но мне понравилось такое с красненьким, и что-то интересное, он у меня кепки тоже любит очень сильно, даже из моей коллекции, там наверху, все время, мам, и я ему достаю, он ходит-ходит, потом снимает, поэтому кепки он любит, и кепка очень классная, на лето, чтобы не пекло голову, и солнце в глаза не было, в общем, у него новая кепка, дальше в магазине также я присмотрела, очень давно хотела уже взять, решила взять, но уже Денька на самом деле сам сморкается, сам начинает сморкаться, но бывает, когда нужно как следует высморкаться, то я ему помогаю в этом, он еще сам как следует не может высморкаться, давно хотела попробовать вот эту вот штуку, знаете, которая, вот у меня груша просто, я использую просто грушу, малышу, вытягиваю соплюшки, но многие хвалят вот такие вещи, типа, вот это в нос, тут она с насадочкой, там внутри, вот такие, ну, я думаю, вы знаете, о чем я говорю, поролончик, в общем, соплюшки все в поролончике, а с этой стороны тянете вы, но, честно говоря, мне не понравилась эта штука, мне кажется, что груша я намного больше и резче, и быстрее все вытягиваю, тут как-то все медленно, в общем, такая вот у меня немецкая, можно сказать, штука, но мне она не очень понравилась, так что, не знаю, пусть пока лежит, не знаю, себе взяла носочки, это уже в Outlet, да, Tommy Hilfiger, да, правильно, мне понравились, ну, такие я люблю, под кроссовочки, здесь только вот такой значок, вообще, я думаю, вот носки, блин, за 50 рублей, значок прицепили, и носки уже стоят косать, 1000 рублей, что мы переплачиваем за марку, да, да, и вот такие еще взяла носочки, это высокие, я очень люблю иногда шортики одеваешь, или какие-то, знаете, джинсы короткие, и мне прям кайф, чтобы выглядывали носки, у меня есть такие, Faberlic покупала, но хочется что-то поприкольное, вот за 10 евро, это где-то 750 рублей, вот две пары, я купила носков, они высокие, здесь у нас идет черная, а здесь у нас идет синяя, в общем, такие носки, себе, значит, носки купила, кстати, очень прикольно, там были еще детские, Tommy Hilfiger, тоже примерно в такую цену, но я не стала ему брать, хотя пожалела, надо было взять, потом думаю, ну, что, блин, пацану, вот реально деньги тратишь, такие вот, он, Tommy Hilfiger, он даже не понимает, что он там морковь какую-то хорошую носит, думаю, нахрен надо, а еще мы в садике потеряли носки, вот прихожу вчера, а говорю, где наши носки, а носков нету, вот так бы Tommy Hilfiger за границей привезла бы, и потерял бы где-то в садике, потом, будет понимать, буду брать, дальше, дальше, а, еще я купила ему кроссовки, вот такой марки, кстати, я заметила, что очень многие ходят в такой майке, там, футболки, кроссовки, какая-то, не знаю, может быть, модная, не модная, ну, в общем, очень много одежды было, именно этой марки, среди кроссовок, стоят 23 евро, 22,99, 23 евро, стоили 34, 35 евро, тоже взяла 26 размер, потому что мама уже сказала, что у нас жарища, хотя, в принципе, нормально, мы померили нормально, они вот такие вот классные, яркие, красивые кроссовки, они легенькие, самое главное, они на липучках, опять же, как и в предыдущем, да, вот в магазине я вам говорила, и они легкие, то есть у них, можно и летом в них ходить, то есть, если нужно будет нам куда-то пойти в поход, и нужны вот кроссовки, я вполне могу ходить, потому что я специально взяла, эх, тоненькие, вот, и ему тоже они понравились, блин, девочки, как это было приятно, я пришла, я говорю, Дэнни, это тебе подарочек, мама, смотри, привезла тебе кроссовочки, он сразу ножки подставляет, я ему прям даже без носков еще одела, ну, чтобы померить размер, и все, он их не снимал, он прям ходит в кроссовках, я говорю, давай снимем, говорю, потом гулять, пойдем оденем, он такой, нет, и прям весь день проходил, и я думаю, ну, как классно, видишь, как он это уже ценит, даже в таком возрасте, ходил и не снимает, потому что мамочка привезла, мама еще подсказывает, что в футбол играть, он там в босоножках не сможет, поэтому, когда мы будем идти на площадку играть в футбол, то вот эти кроссовки будут замечательными, дальше, я пришла, и оказывается, кстати, я хотела купить все это в Минштадте, но ничего не нашла, мама говорит, нужны бриджики, у ребенка нет бриджиков, что-то все из всего он повырастал, я просто приехала, и по нему надо то-то-то купить, в общем, я сбегала сразу в магазин, купила ему вот такие в Глории джинс бриджики, как ты думаешь, нормально было? Нормально, но только, надо, чтобы ниже колена было, что-то на подушку, не колен, я думаю, они ниже колен, но это то, что я нашла, к сожалению, не нашла, 600 рублей стоит, 92 размер, но это ему вот только вот на сейчас, потому что у нас 93, а там следующий размер был 104, 104 уже какие-то большие были, но я думаю, что его коленки как раз закрывают, в общем, нужно будет еще купить, еще по длине, прям бриджики, чтобы были, и были легенькие, это я еще буду искать, еще обязательно покажу, в Глории джинс я не нашла, может быть, я в Глории джинс маленькую заходила, у них же есть бы побольше магазинов, так, что еще, что еще, а еще в Германии я вот такую вкусняшку нашла, стоит 0,75 евро, 50 рублей где-то, наверное, хочу попробовать, смотрите, я это не пробовала, но я это задарила своим этим племянникам, какая-то бумага съедобная, вот такая, как вафелька, ну да, просто пласт вафельки, а то я им подарила, а может она невкусная, прикольно, еще раз у нас тут немножко о еде, я привезла Кристинке подарочки, это вот такие вот фисташки, васаби, ну просто я когда их увидела, я сразу о ней вспомнила, потому что как она ест суши, все васаби, которые принесут, она все его использует, все его съест, и прям у нее суши, они прям все в соевом соусе, в этом васаби, я не знаю, я не видела человека, который так любит васаби, возможно, ей понравятся эти фисташки, открывать их не буду, это ей подарок, может во влоге где-нибудь засниму, также я ей привезла конфетки, вот эти, кстати, конфетки очень крутые, они мятные, я их где-то, блин, в салоне красоты в каком-то меня угостили, или я не помню где, в общем, кто-то дал мне, и я говорю, а что это за конфетки такие, они мятненькие, вкусные, а человек сказал, что ему привезли откуда-то, он не знает, где это купить, вот, и я увидела, что в Германии очень много, это вот я себе взяла, здесь вот так было все супер-супер упаковано, и вот в таких вот чехлах, вот, эти конфетки, они очень вкусные, шоколад очень вкусный, внутри такое пралине, мятное, короче, прям мятные конфетки, очень круто, храню в холодильнике, в общем, Кристинки вот привезла, а это палочки, ну, тот же самый вкус, только оно сделано в палочках, я такое привезла и сестре, и брату, так, еще Любашка мне подарила, вот такие герлен, маленькие, на пробу, мне очень понравился аромат, это герлен, мандарин, басилик, басилик, мандарин басилик, такие, ну, мне вот этого, честно говоря, хватит на всю оставшуюся жизнь, наверное, я такой пользователь всеми этими духами, прям свежий аромат, очень классный, спасибо, дорогая, вот и, красивый, да, герлен вообще обожаю, мне все ароматы у герлен нравятся, так, дальше мы переходим к тому, что пока я была в Германии, также одна из моих подписчиц прислала мне подарочек, сейчас откроем, открываем, опачки, какая красота, коробочка, запечатано все очень хорошо, интересно, мама так внимательно смотрит, открываем, а тут, ух ты, смотрите, она как угадала, в чем я буду снимать, открыточка, считаем, открытка прям вообще красиво сделана, сама надела, как я поняла, привет, привет, селена, прими от меня скромный подарок, сделанный своими руками, связана крючком, надеюсь, тебе понравится, оденешь для своего видео, или просто так, удачи тебе в твоих начинаниях, и всего самого доброго, Катя, котенок, ай, зайка, Катя, котенок, это девочка, которая на стримах у меня, одна из первых на Твиче, со мной всегда, блин, привет тебе большой, это так приятно, так, сейчас посмотрим, ух, это сережки, офигеть, сама надела, сережки, посмотрите, какие красивые, обалдеть, это вообще крутой подарок, я сережки люблю, из бижутерии, я только сережки и ношу, и вот так сама срезала, такую красоту, они такие накрахмаленные, четкие, вообще, офигеть, тут еще, тут еще, ожерелье, нифига себе, нифига себе, тоже застегивается, вот так красиво, офигеть, блин, так это мило, смотрите, смотрите, человек старался, делал, талантище, прям под сережечки, и браслетик, ой, какой, с ленточкой, так все нежненько, вообще супер, так мне нравится, еще сережки, розовый, это сюда, это сейчас сюда, надеваю, а я думала, какие сережки, вот я без сережек, почему, потому что не было никаких сережек сюда, вот такие, самый раз, вообще, класс, оп, ну, идеально, идеально, спасибо, конфетки, балуют меня сладостями, спасибо, так, и что-то еще здесь, еще у нас что-то есть, смотрите, русалочка, это Кристинка, от Кати Котеной, оставайся такой же светлой, позитивной, удача, успеха во всем, вот здесь написано, русалочки Крис, я только прочитала, это для Кристинки, видите, я сразу, я же смотрю, русалочка, Кристина у нас с красными волосами, точно для Кристинки, молодец, ни про кого не забыла, она ей тоже что-то связала, блин, ой, Кристинке понравится, блин, красота, сережки, смотрите, блин, Кристинке понравится, офигеет, смотрите, какие классные, а? ой, Кристинка, будь счастлива, звездочки такие, с жемчужинкой внутри, ой, красота, и вот такое еще ожерелье, тоже застегивается, тоже с жемчужинкой, слушай, ну ты, Катя, вообще просто, честно, ну, рукодельница, чудесница, очень красиво, мне все понравилось, мне все понравилось, мне кажется, Кристина будет вообще в восторге от этого, я обязательно передам, вот так вот все сложу, очень понравилось, очень, прям, я люблю, я люблю вот так, спасибо тебе большое, все, сложу, Кристинке в целости и сохранности донесу, а это, кстати, Кристине тоже было написано, А я это прочитала как себе, потом раз такая, русалочки, Кристинки, Кристина, подарочек тебе, спасибо, дорогая, все, буду обязательно носить, подбирать образы, обязательно, вообще, очень клево, и мне очень понравилась открыточка, ты молодец, все, заглядывайте обязательно в инфобокс, там будет много полезных ссылок, ну, а я с вами прощаюсь, до следующего видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кто в первый раз, я вас люблю и целую, пока-пока, пока, 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 Субтитры сделал DimaTorzok